Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Гулагу.нет», я надеюсь, в будущем и канала «Антипытки». Приветствую всех, сегодня 30 октября 2024 года, в России этот день, в этот день отмечают День политических заключенных, как правило, читают имена тех людей, которые погибли в застенках «Гулага» века прошлого. А вот канал «Антипытки», так же как канал «Гулагу.нет», рассказывает все больше вам о последние годы, о гибели людей в современном «Гулаге» 21 века и о тех страшных методах, пытках, изнасилованиях, жестокости, которые, к сожалению, происходили и продолжают происходить в целом ряде регионов России. И сегодня у нас в эфире мой хороший коллега, товарищ по вот этому правозащитному движению, Роман Ругевич. Рома, приветствую тебя. Да, да, всех тепло приветствую, приветствую тебя, Владимир, всем, кто наши соратники, кто наши единомышленники, только самые лучшие пожелания. Ром, сегодня 30 октября, во второй половине дня, мне поступил целый ряд запросов от различных журналистов из разных СМИ, которые пишут о новости, что вот именно сегодня, 30 октября, в России проходят обыски, задержания. В целом ряде регионов России и российские спецслужбы, силовики, ФСБ и Следственный комитет разоблачили экстремистское сообщество под названием «Антипытки». В какой-то момент, когда первый запрос пришел от одного из журналистов, я начал вчитываться, я подумал, что это какой-то розыгрыш или пранк. Потом, когда начали поступать и другие сообщения, я увидел в целом ряде интересных, уважаемых мной СМИ, телеграм-каналов, на которые я подписан на эту новость. Я понял, что вокруг тебя, твоего телеграм-канала, того, чем ты занимаешься, сейчас начинают распространяться какие-то сплетни, непроверенные слухи. И самый лучший, наверное, метод по пресечению различных интриг и слухов, это как раз разговор с тобой и обсуждение с тобой и новостей сегодняшних. И такой вот сделаем камбэк, посмотрим в прошлое. И ты немножко расскажешь о телеграм-канале «Антипытки» и о том, как ты пришел в правозащиту и вот в эту деятельность, связанную с борьбой и с самими пытками, и с садистами, с КАПО, с внутрикамерными агентами и их кураторами из числа недобросовестных сотрудников СИН и ФСБ. Давай тогда по порядку, если можешь, Рома, расскажи, пожалуйста, с чего начинался проект, правозащитный проект «Антипытки» и какие были первые шаги в этом направлении и вообще почему ты этим занялся? В общем, я вообще, чтобы всем было понятно, не все же знают вообще про меня, в общем, с Иркутской области, у нас в Иркутской области на протяжении 20 лет пытают, убивают, насилуют людей в СИЗО-1 города Иркутска, в СИЗО-6 города Ангарск. С 2007 года эти пытки начались КПЗ у Соли-Сибирска, но это все дошло вплоть до отделов полиции, в общем, я об этом всем хорошо знал, потому что, как известно у нас в России, в общем, каждый человек, он связывается с улицей, с улицей, с уличной жизнью, и там есть определенные тоже свои какие-то круги, есть определенные люди, которые потом сталкиваются с преступностью, попадают в места заключения и так это само собой все связано и с местами заключения. В общем, всю эту информацию о происходящем заключении я хорошо знал вообще все, что это происходит, пытался это как-то вынести на различных правозащитников. Ну, они как бы отнекивались, что там якобы кто-то боится, короче, туда-сюда там об этом говорить. Я говорю, я не боюсь, я могу об этом всем говорить, короче, я могу это все подтверждать, могу как бы тут на месте все, что нужно делать. Ну, как-то они не особо на это реагировали, в общем. И начиная с 2017 года я начал просто молча сам собирать информацию, начал собирать имена, фотографии, там кто-то из моих друзей освобождался, кто проходил через эти пытки, как бы собирал у них как бы вот эти свидетельства. Ну, в общем, потихоньку собирал эту информацию. И я как бы особо не знал, что с ней сделать, я уже так отчаялся, я уже думал, можно только таким как бы силовым радикальным путем с этим бороться. Вот. И в 2021 году я увидел сначала в региональных группах, вот ВКонтакте, короче, всякие инциденты, Иркутска разные, короче, чем по этому, что некий Владимир Осечкин, ГУЛАГУ.НЕТ, начал говорить про пытки. Я сначала настороженно сотрел, потому что, ну, в основном, которые мне попадались, они очень странно себя вели правозащитники. И в итоге они не говорили о явных пытках. Они всегда внимательно за ними сотрел и ждал, когда же вы скажете правду. Они как-то обходили вот эти вот, как бы сказать, откровенные факты пыток. Там не было ничего заэвалированного. Людям в задний проход вставляли кипятильники, вставляли их в розетку, они у людей взрывались. В общем, людей убивали, запытывали током, насиловали. К этому СИЗО можно было подъехать и послушать эти все визги и крики. То есть в центре города, как бы в центре города Иркутска, это СИЗО расположено, люди ходят на работу мимо этих тюряк. И как бы делают вид, что они ничего не знают. Ну, меня этот расклад не устраивал. Но правозащитники на это также смотрели, как будто ничего не происходит. Где-то якобы что-то есть, но никто не может подтвердить. И я наблюдать стал за проектом ГУЛАГУ.NET. И я был вообще удивлен. Я аж на даже не верил поначалу, что ваш проект, он говорил вообще все как есть. Про всех вообще, то есть не разбираясь там. И про сотрудников, и про ФСБ, про все ведомства. То бишь, заподозрить в каком-то сотрудничестве системы не представлялось вообще возможным. Потому что касались всех причастных, о которых мы знали. И тут же активировались вот эти молчаливые правозащитники. И заместо того, чтобы как-то включиться в эту всю ситуацию, они начали. Вот Владимир Осечкин уехал. Даже до сих пор там где-то комментарий мой висит, короче, с удаленного уже аккаунта. Его уже нет. Где я им написал, что нам вообще какая разница, какие у вас-то между собой чеки. Он говорит то, что вы все молчите. То, что мы хотели вынести, у нас нет возможности. Мы обычные граждане этого региона. Мы за это все знаем. И как бы вы об этом молчите. Он за это говорит. И все. Причем сейчас ваши к нему претензии, какие у вас там получились. И все. Ну, в общем, на это они ничего не могли мне ответить. И все. Я наблюдал, наблюдал. У меня есть информация. И я как бы очень переживал, что сейчас как бы волна пройдет и пытки останутся. Как бы 20 лет пытают людей. 20 лет. Я с этой информацией просто спать не мог. У меня постоянно, ну, у меня сильно повышенное чувство сострадания к бедам других людей. И я просто вот постоянно в голове, как людей насилуют. Как они там по углам щемятся. И как бы думают, что хоть бы не за ними сейчас пришли. Хоть бы них сейчас насиловали, пытали и убили. Вот. И в общем, я, короче, с этой информацией думал, думал, что сделать. И мне один человек там, он тоже параллельно как бы в своем регионе, в Омской области, там помогал кому-то из правозащитников. И он говорит, а вот у вас там Владимир Осечкин сейчас занимается, а ты еще с ним не свяжешься. А я, ну, не особо как бы силен в этих технологиях. Я говорю, а как с ним связаться? И все. Потом он мне скидывает скриншот, где он написал тебе на почту, ты ему скинул свой номер. Я записал свой номер. Записал голосовое тебе, что как бы я на месте. И что пытки не только в СИЗО-1, они еще в КПЗ. Ты сказал, что мы очень широко владеем информацией, давайте взаимодействовать, помогать друг другу. И все. Я сказал, что у меня есть информация. Скинул всю эту информацию тебе на WhatsApp. Ты поблагодарил. И как бы дальше я наблюдал. И ты как бы по системе, по сотрудникам, по кураторам работал. Ну, очень профессионально, короче. Люди в это время спрашивали имена, лица, чтобы тоже как-то включиться, ну, гражданскому обществу. Они хотели как бы хотя бы такую, ну, минимальную информацию. И все. Я думаю, короче, ну, я сотел пробелы, что не успевает делать проект ГУЛАГУНЕТ. Я думаю, надо тоже включаться, короче, то, что что-то делать, что-то помогать, короче. И все. Тогда я сделал телеграм-канал. Было такое движение. Организаторы этого движения убили в Ингушетии Антилирика. Они боролись с наркотрафиком. Вот эта лирика есть. Это по рецепту дается. Употребляют. Они боролись с этим. Я думаю, я наблюдал за этим движением. Я думаю, назову Антипытки. Сделал, короче, канал Антипытки. Туда выгрузил. Начал угружать все анкеты. И когда смотрел все твои эфиры, люди говорят, иногда у них нет времени на что-то, где-то, чего-то. У меня была куча проблем. Ну, ты это все проблемы знаешь, пока их не могу все публично называть. У меня была куча проблем. Ну, когда я шел решать эти проблемы, я в автобусе, где-то пешком куда-то иду, в наушниках смотрел твой эфир и сотрел всю информацию, потому что мне было это важно. И это все движение я создал с телефона Samsung A1, который 6 тысяч стоит, короче. И все, у меня ничего не было, короче, для этого. И все, кроме желания. И как бы, я видел, что люди спрашивают, покажите их лица, покажите их имена. Я начал всем ссылку скидывать на телеграм-канал, короче. И так вот ажиотаж такой вызвало. Люди для всяких своих документальных фильмов начали спрашивать, можно ли информацию использовать. Я говорю, конечно, используйте. Везде это все. Адвокаты начали опознавать пострадавших. То бишь, видно было, что пострадавшие есть, кураторы выявлены, а руками которых это все делается, о них никто не знает. А мы знаем про них, так как мы с улицей связаны, короче, мы между собой, есть определенная курсовая по этому поводу. И все. И вот это вот очень сильно помогло. И они потом, смотрю, сами начали на тебя выходить, опасаясь, что их опознали. И они начали раскрывать, начали рассказывать, что мы типа не при делах. Это нас заставили, короче, туда-сюда, когда их маски вскрылись, начали все валить на кураторов. И все, мне это все понравилось. Я начал еще больше, короче, ну что у меня, я что-то могу делать. Что-то участвовать, потому что все боялись. Я думал, куда же вынести информацию. И тут у меня у самого уже есть проект. Я сам могу давать им возможность людям и выносить информацию. И вот через месяц мне начали поступать угрозы, что мы тебя найдем, мы тебя изнасилуем, мы тебя все равно вычислим. Ну, как бы я уже знал, на что шел. Я бы мог их в силу своего характера послать сразу же. Ну, я умнее сделал, начал закидывать глупые интересы, чтобы они побольше наговорили, короче. И все. И как бы через два дня, что мы заблокируем твой канал, тебя мы найдем, будем пытать и показательно насиловать, чтобы всем было неповадно. Что за это бывает. Ну, и вот это вот все прочие чушь, короче. Буквально нашим зрителям два момента скажу, чтобы они просто понимали весь контекст. В апреле 2020 года сотни заключенных из колонии номер 15 ГУФСИН в Иркутской области, в Ангарске, вышли на плац и протестовали против пыток. Потому что до этого в помещениях ПКТ-ШИЗО несколько сотрудников начали пытать и пытаться насиловать других осужденных. Основная масса не выдержала. Они высыпали на промзону, начали требовать приезда следователей, прокуроров, руководства ГУФСИН. Какие-то люди, и мы теперь понимаем, что скорее всего они были связаны не с основной массой осужденных, а с администрацией и с начальником колонии номер 15 по фамилии Верещак. Они начали поджигать промзону для того, чтобы списать на эту акцию протеста большой пожар и потерю леса. Потому что в то самое время так получилась, началась московская проверка, которая начала вскрывать огромные недостатки леса и огромное количество вырубок, которые совершены на территориях, отведенных государством ГУФСИН. И, соответственно, вскрывать многомиллионные хищения по лесу. То есть, грубо говоря, Верещаку, начальнику ИК-15 и целому ряду высокопоставленных сотрудников ГУФСИН, ФСИН и УФСБ было на руку, чтобы колония номер 15 вспыхнула. В это самое время начальником ГУФСИН по Иркутской области, а это генеральская должность, был назначен и переведен полковник внутренней службы Леонид Сагалаков. Садист, которого мы отслеживали по его пыткам и причастности к пыткам в УФСИН Хакасии, где он был заместителем начальника УФСИН, и в Брянской области, где он был начальником УФСИН и где при нем били, пытали и убивали заключенных. И вот мы добивались возбуждения уголовных дел в отношении него в Хакасии, и его крыша в Москве перекидывала в Брянск. По Брянску мы добились возбуждения целого ряда уголовных дел, в том числе об убийстве Романа Сарачева в декабре 2019 года во время жесткой приемки. Его перекинули в Иркутск. И вот в Иркутске Сагалаков, увидев акцию протеста и пожар, как садист отдал команду на силовое подавление, без привлечения правозащитников и прокуроров, на силовое подавление протеста. Дальше был отдан приказ, и полученный из Москвы, и лично Сагалаков отдавал приказ на пытки. И сотни осужденных, которые добровольно сдались, подняли руки, легли на землю, их заковывали в наручники. Когда наручники закончились, их заковывали в пластик, их раздевали до гола, руки у них за спиной были связаны пластмасками. Которые врезались, с них стягивали штаны, с них стягивали робы, их положили в два-три уровня штабелем на плацу. Некоторые сотрудники в масках ходили и на них писали, били их дубинками. И Сагалаков лично, потому что кто-то якобы из основной массы, мы понимаем, что этот человек был провокатором от самих активистов, верещика, бросил что-то в Леонида Сагалакова и в одного из сотрудников. Сагалаков не получил какого-либо серьезного вреда здоровью, но тем не менее он взбесился, он доложил об этом в Москву генералам ФСБ и ФСБ, которые в свою очередь отдали ему, дали ему зеленый свет на возмездие, на кару, на наказание. Вот в кавычках возьмем, по сути дела на изнасилование. Было принято решение генералами ФСБ перевести в категорию униженных, так называемых петухов, сотни и сотни мужиков. Их связали, их закидывали штабелем, как дрова в автозаке, увозили их в СИЗО-1 и в СИЗО-6, где во время жесткой приемки их опять же избивали до потери пульса, а потом уже обессиленных закидывали в камеры, в пресс-хаты, к внутрикамерным разработчикам КАПО, которым прямо руководство СИЗО-1 и СИЗО-6 по команде Сагалакова отдали приказ. В Иркутске это называется «приколотить гребень». Расшифрую, это значит, что перевести мужика в категорию петух, или если общецивилизационным, то из основной массы заключенных перевести человека в категорию с самым низким социальным статусом в среде заключенных через проведение с ним манипуляций, связанных с совершением насильственных действий в возвращенной форме. В Уголовном кодексе это трактуется как 132-я Уголовного кодекса, при том, что это координировалось оперативными отделами СИЗО и начальниками СИЗО, квалификация помимо 132-й еще и 286-я Уголовного кодекса. Это превышение полномочий с применением спецсредств и насилия. И в результате вот этих страшных пыток за 2020 год пыткам в СИЗО-1 и в СИЗО-6 ГУФСИН по Иркутской области подверглись сотни мужчин. Когда мы об этом узнали, и мы узнали о самом вопиющем случае, о том, как внутри кишечника Тувинца Кижика Андара взорвался кипятильник, повредив, все это происходило в пресс-хатах номер 421 и 435 на 4-м корпусе СИЗО, после того, как нам это стало известно, конечно же, я начал на канале ГУЛАГУ.НЕТ об этом рассказывать. И я со своей стороны подтверждаю, что одним из тех людей, которые в Иркутской области, из гражданского общества, из тех людей, кто там живет и выступил против пыток, был как раз Роман Ругевич, который обладал огромным количеством данных по КАПО, по внутрикамерным разработчикам. Тогда мы их называли активисты либо разработчики. Московские политические оппозиционеры связались с командой ГУЛАГУ.НЕТ и попросили не называть вот этих вот садистов активистами, потому что активистами российская оппозиция хочет себя называть из-за политического активизма. Потом со мной связались несколько программистов и специалистов по IT из Силиконовой долины или Кремниевой долины из Соединенных Штатов, русскоговорящие, белорусы и россияне-программисты, которые сказали, Владимир, мы вас очень сильно поддерживаем, вы делаете очень важное дело, потому что мы и по Беларуси разоблачали пытки, и по России. Но только не называйте их разработчиками, потому что разработчики-то мы, мы занимаемся разработкой программного обеспечения. И вот, собственно говоря, именно в дискуссиях, в обсуждениях с Ромой у нас появилось вот это слово, которым мы стали называть их капо. Капо по аналогии с внутрилагерной полицией, состоящей из устников военных концлагерей Третьего рейха, когда нацисты и фашисты использовали одних пленных для пыток, избиений, изнасилований и убийств других пленных. И вот, собственно говоря, с этого момента мы пошли, мы пошли путем, на тот момент мы добивались возбуждения уголовных дел в отношении садистов в погонах, а Рома шел по следу и составлял списки для будущих иллюстраций, для будущих судебных процессов, для разоблачения и деанонимизации садистов, потому что очень многие капо соглашались сотрудничать с ФСБ и ФСИН, прекрасно зная, что ты можешь бить, пытать и насиловать, но у тебя будет крыша и тебе ничего никогда не будет и об этом никто не узнает. И потом спустя какое-то время ты освободишься и пойдешь в Иркутске на концерт Бутырки и будешь там слушать разные блатные песни с шансоном и рассказывать всем молодежи, девушкам и друзьям, что якобы ты там был каким-то криминальным авторитетом, хотя на самом деле все это время, на протяжении многих лет, ты сидел в пресс-хатах и принимался участие, был насильником, либо пособником этих насильников и причастен к изнасилованиям десятков, а иногда и сотен заключенных, а иногда и к убийствам. И почему мы решили поддержать Рому и его проект «Антипытки»? Потому что это первый в России интернет-проект, который взялся за этот непростой и очень опасный труд по деанонимизации садистов, по деанонимизации капа вот этих внутрикамерных разработчиков, но и в то же самое время он начал разоблачать негласную агентуру и агентурный аппарат оперативных отделов ГУФСИН и УФСБ по Иркутской области. И такое было впервые. И как раз когда журналисты из команды Ксении Собчак приезжали в Иркутск и снимали фильмы, в том числе мы им передавали данные, собранные Романом и проектом «Антипытки» и всеми волонтерами, которые работали вместе с Ромой. И в тот момент мы в том числе деанонимизировали агента ФСБ Андрея Бевзюка, которого после его освобождения из СИЗО Иркутска ФСБ скрыло, заменило ему паспортные данные, выдав документы на имя Александра Фарбера и запустив через некоторые иркутские СМИ, подконтрольные ФСБ лажу ложную информацию о том, что якобы Андрей Бевзюк после освобождения умер от передозировки наркотиками. И вот благодаря Роме и благодаря Сереже Ерженкову, который летал с командой Собчак и был одним из авторов вот этого документального фильма «Иркутский хоррор», не просто деанонимизировали Андрея Бевзюка, нашли его живого, перемещающегося по торговому центру, который убежал как раз, когда его снимали, его опознали журналисты и один из тех людей, которых Андрей Бевзюк с кличкой «Мафия», он же Александр Фарбер, подвергались жестоким пыткам в одной из пресс-хад СИЗО-1. Просто это чтобы наши уважаемые подписчики и зрители понимали, насколько важным делом занимался ты, и это не история опубликовать, чтобы просто было общественное порицание. По сути дела, речь шла о разоблачении агентурного аппарата ФСБ и ФСИН, которых охраняет в России, к сожалению, государственная тайна, их кураторы, их пытаются представить преступников, которые на протяжении долгого периода совершали страшные насильственные преступления, в том числе пытки, изнасилования, убийства, принуждения невиновных людей к самооговору или оговору третьих лиц. Вот все это разоблачал Рома первое время в России, чем, безусловно, навлек на себя негодование и противодействие ему, попытку его деанонимизировать и найти со стороны контрразведки ФСБ, со стороны оперативного управления ГУФСИН и оперативного управления ФСИН России, и со стороны, конечно же, вот этого агентурного аппарата, этих сотен садистов, которые стали агентами спецслужб и притворяясь обычными заключенными, на самом деле в учреждениях Иркутского ГУФСИН совершали тысячи и тысячи фактов насилия и изнасилований. Рома, извини, просто мне хотелось такую ремарку внести, чтобы наши уважаемые подписчики и зрители, и те журналисты, которые будут отсматривать это, они понимали и не вырывали из контекста то, что ты делаешь, а понимали это в объеме нашего большого независимого совместного расследования по пыточному конвейеру в Иркутской области, который один из чемпионов. И здесь важно от меня еще добавить, что именно ты помогал собирать информацию по этим капу, присылал мне, и когда мы готовили уже в конце 2021 года, во второй половине 2021 года, серию публикаций, в том числе во Франции, агентство Франц Пресс выдало очень большой важный материал по разоблачению системы пыток в Иркутской области. Кстати говоря, одним из журналистов тогда был теперь уже известный журналист The Wall Street Journal Иван Гиршкович. Он тогда работал в Аджанс Франц Пресс, во французской прессе, и Иван связывался со мной, и в том числе в этих материалах они использовали частично ту информацию, которую им предоставляли и ГУЛАГу нет, и мы это получали от тебя и от антипыток. Чтобы они в целом понимали причинно-следственную связь, и именно благодаря нашей большой совместной работе в конце 2021 года здесь вышло в Европе, во Франции большое журналистское расследование, которое разоблачало в первую очередь пыточный конвейер в Иркутской области. И только через одну или две недели прилетел Сергей Савельев, и началась вторая волна, уже большая такая международная, мировая, по разоблачению пыточного конвейера в Саратове. Но одним из тех людей, которые добывали информацию с риском для жизни, был ты. И ты в тот момент не получал ни западные гранты, ни российское государственное финансирование, не было никакой системы донатов и пожертвований у тебя, ты начинал это бескорыстно как волонтер. И по сути дела ты, не получая ничего взамен, поставил в тот момент, в 2021 год, свою жизнь под угрозу подвергнуться пыткам, вместе со стороны этих садистов и их кураторов, ареста и, скорее всего, страшных пыток и убийства. И тем не менее, ты это делал там внутри, и когда начались угрозы и тебя деанонимизировали, и поступили тебе угрозы, прямые угрозы твоей жизни, конечно, здесь мы не могли оставаться в стороне, и я, и наш весь коллектив, команда ГУЛАГУНЕТ, мы сочли за честь помочь тебе, поддержать тебя с эвакуацией и с политическим убежищем здесь во Франции. Ну да, 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 это история, это все важно очень. Сам с большим интересом прошелся по этой хронологии сейчас, как улетел, так в эту историю и все обратно. Возвращаемся, вот на чем ты прервался тогда вот, как это ты видел своими глазами, как развивались события? Да, я понял, что когда через месяц вот после создания проекта начались угрозы, ты сразу же отреагировал. Тогда как-то, ну типа мы публиковали и как-то присматривались, короче, все равно есть люди, которые под вывеской доброжелателя же пытаются как-то попасть, отношения построить, там много кто с разной информацией выходит, какие-то проекты создает, муть какую-то, короче, да. И все, ну я это все тоже понимал, что нам нужно что-то увидеть для себя, чтобы понять, что, ну короче, ну тебе, я-то уже увидел со стороны, ты-то с того момента, ну попозже начал наблюдать уже за мной, а я-то раньше за тобой начал наблюдать. И все. И потом вот, когда мне начали угрожать, вот ты резко включился, короче, поддержал нас, через два дня нас заблокировали, наш канал первый в Телеграме, потом мы второй создали, через, ну месяц я думал там сделать какие-то технологии, там ноутбук, еще что-то приобрести. Потом до меня дошли разговоры, что якобы я испугался, поэтому я, короче, типа это, ну не продолжаю. Меня-то как бы задело мое мужское, короче, я какое испугался. Я, короче, просто создал так же, короче, второй канал. Ну и вот так вот это, все пошло развиваться, потом уже мы как бы усилились, сделали юридическую группу, создали там больше функций, помимо того, что мы стали разоблачать, публиковать, мы еще, ну начали составлять, как бы у меня команда появилась, которая составляет заявление, обращение, жалобы по фактам какого-то беспредела в отношении людей. Вот я публикую публикацию, у меня сразу же люди это подхватывают, начинают это юридически обрабатывать и сделали юридический отдел. Каждый гражданин Российской Федерации может вступить туда и находиться там, там ничего не надо делать, там каждые там периодически падают уже такие образцы заявления, они сразу же от гражданин Российской Федерации, я гражданин Российской Федерации информирую вас, что мне стало известно, из канала Антипытки, короче, о таких фактах преступления, и все это разбирается юридически. То есть нету ложного доноса, нету ничего, есть ссылка на открытый источник, ты просто передаешь информацию как гражданское лицо и все. Я за все отвечаю, как бы за всю информацию и как бы, ну все четко. И интернет приемный там, ФСБ, ФСИН, то есть мы не куда-то там на Луну обращались и кому-то информацию собирали, уносили до какой-то разведки, мы как бы граждан призывали, есть в правовом поле, мы это юридически все обрабатывали и отправляли в российские ведомства во все компетенции. Да, коротко сейчас тоже, чтобы люди понимали, когда поступает информация о пытках в том или ином СИЗО в колонии, ты размещал этот пост в антипытках с целью разоблачить конкретный факт совершения преступления в отношении гражданина Российской Федерации с применением насилия. И у вас сформировалась в антипытках команда волонтеров, которые могли скопировать эту информацию и сам текст обращения, заявления о совершении преступления, там обращения, там лежалоба с целью проведения проверки и соответственно адреса интернет приемных Следственного комитета, прокуратуры, СИН, ФСБ, чтобы вы веером эту информацию распространяли и организовывали внутри России 3-4 разные ведомственные проверки, процессуальные, доследственные, с тем, чтобы хотя бы каким-то образом поддержать и помочь того человека, которого возможно вчера или позавчера избили или изнасиловали в какой-то там пресс-хате или в отделе полиции. Да, то есть по нашей информации, которую я публикую на канале, реагирование проявляет сразу же около 400 человек, короче. И как бы образец составляют уже, как бы ссылаясь на законы России, то есть не на какие-то там инопланетные, короче. Вот, и то есть вот эти, как бы мы расширили функционал, то есть разоблачение, публикация, в общем юридическая работа, вот это, вот этим всем мы начали заниматься. И также начали вмешиваться в определенной ситуации. Сотрудники спецслужб создают искусственно своих преступных авторитетов, которые не являются ни живут никакой преступности, они просто их создают и продвигают. За счет них продвигают определенные разные решения внутри этой системы, и тем самым создают проблемы определенным заключенным, чтобы потом этих заключенных склонить на сотрудничество, и где-то в агентурской, как бы, да, в агентурских целях их использовать, либо тоже применение пыток. Допустим, когда были пытки бунтовщиков СК-15 города Ангарск, там их заставляли друг друга пытать, поэтому они большинство потом отказывались, потому что на каждого есть компромат, он приедет обратно в лагерь, и ему там придяется за то, что как бы он участвовал в этом беспределе. И все, и как бы таким путем они, ну, то бишь, и как они еще делали, очень грамотно они делали, то есть на местах, которые уже с ними сотрудничают, какие-то уже искусственно созданные авторитеты, они делали, чтобы вот завербованный, кто запачкан, короче, в пытках, чтобы они им помогали где-то. А которые, допустим, с ближайшего зарубежья, с дальних регионов, которые значения большого не имеют в арестантской системе, тех они пытали. И потом, короче, на их слово будет более весомое слово, и как бы очень трудно выявить, короче, да, вот это, что этот человек участвовал в пытках в этой агентуре, и все. И, в общем, в такие ситуации мы тоже, да, в силу возможности начинали вмешиваться. Ну, как я уже говорил, что как бы у нас все равно с улицей сталкивается каждый вообще в России, и как бы у меня там было немного беспризорное детство, то все, короче, и, в общем, я могу, в общем, помочь этим людям, решить их вопросы. И я этим тоже начал заниматься. То есть все, что устроили спецслужбы, беспредел, они устроили откровенный беспредел, и путем различных тактических действий, да, за счет своих искусственно созданных авторитетов, это я мог решить и в правом поле, и, как бы, и в арестантском поле тоже мог зайти, и эти все проблемы тоже... Я сейчас, знаешь, чуть-чуть немножко переведу, чтобы люди понимали, потому что у нас половина людей смотрит нас из России, а половина людей, ГУЛАГунец, смотрит из разных стран мира, для которых в целом все это напоминает какой-то... Очень странный им... Да, кошмар на улице Вязов с сумасшедшим домом, размещенным в зоопарке. Чтобы люди понимали, что так как ты вырос на улице, и для тебя ты прекрасно понимал, как устроена вот эта так называемая улица с понятиями, с определенными там устоями воровской жизни, криминального мира, при том, что ты сам не живешь этим образом жизни с точки зрения, там, ты не вор, ты не смотрящий, ты не положенец, ты никуда там не стремишься, но при этом ты как рыба в воде в этой системе, в этой системе координат, ты прекрасно понимаешь вот эту систему координат, там, что такое хорошо, что такое плохо, по этим понятиям, и ты, именно основываясь на общих принципах справедливости, пытаешься и где-то эффективно умеешь на понятном, доступном какому-то человеку из преступной жизни, из преступного мира языке объяснить, почему, например, этого человека бить или пытать нельзя, или почему его не нужно унижать, несмотря на то, что против него сформирована какая-то оперативная комбинация с целью дискредитации. Грубо говоря, спецслужбы вбрасывают какую-то информацию дискредитирующую человека в глазах криминального мира, возможно, он занимался оральным сексом, или, возможно, якобы он кого-то где-то оговорил и так далее, и так далее, и по этим понятиям, по идее, человека надо переводить в категорию униженных или изгонять из общей массы, а ты пытался понять ситуацию, и когда понимал, что это очевидная какая-то фантазия на вет и наговор и манипуляция какими-то там деталями интимной жизни, а за кадром стоит заказ человека унизить, ты старался вмешиваться в эти ситуации, использовать общение, тот круг общения, который у тебя есть через сообщество телеграм-канала «Антипытки», та репутация, которая есть у тебя, многолетняя уже, как бы, по разоблачению, люди понимают, что к тебе нужно прислушиваться, потому что, а, за тобой есть команда волонтеров юридического отдела, и если тебя не послушают так, следом пойдут десятки и сотни заявлений, а с другой стороны, у тебя есть репутация, и к тебе прислушиваются, потому что в конечном итоге и этим людям возможность криминального мира, когда у них что-то пойдет не так с начальством, с администрацией этого учреждения, им понадобится в том числе и твоя помощь для подстраховки, чтобы их, в свою очередь, не засунули в камеру и не изнасиловали и так далее. И ты в таких моментах, которые не могут быть написаны на бумаге, и которые не прописаны в Европейской конвенции по правам человека, но, тем не менее, которые важно знать, чтобы в этом гулаке 21 века ориентироваться и минимизировать репрессии и давление на людей, которых нужно защитить и оградить как минимум от коллективного избиения или от изнасилования, или от унижения. Да, да, совершенно верно. И на самом деле это очень важная работа, которая пока многими недооценена, потому что, во-первых, она идет практически негласно, все телефоны в колониях, все запрещены, оглашать там аудио-видеозаписи каких-то разговоров, доказывая, что ты помог этому, этому, этому. Мы здесь не будем. И так вопрос не стоит. Да, это тем более закрытое общество. Абсолютно. Да, но тем не менее, чтобы люди понимали, что ты на протяжении вот этих вот лет много кому там помогал. И наоборот, там, где нужно было кого-то разоблачить, и кто себя пытался представить каким-то криминальным авторитетом, но при этом замаран и принимал участие в каких-то плохих событиях, в каких-то пресс-хатах против кого-то, ты всегда ставил на место и, опять же, препятствовал оперативной работе ФСБ и ФСИН в связи с попыткой продвижения по криминальной иерархии наверх той агентуры, которая в их руках была механизмом пыток, изнасилований и убийств других заключенных. Да, да, совершенно верно. Так вот все это. Теперь, если можем, давай перенесемся в события сегодняшнего дня. Что тебе известно, что на самом деле там в России произошло, и как получилось так, что целый ряд российских провластных изданий и оппозиционных изданий сегодня рекламируют телеграм-канал «Антипытки». Везде в заголовках название «Антипытки». Я думаю, что это приведет к тебе многие тысячи новых подписчиков. Вот, то есть, как бы, да. Реклама. Что там происходит, и люди, которые находятся в России. Я на самом деле ответ знаю, но важно, чтобы мы это проговорили, чтобы узнала наша аудитория. Кто управляет телеграм-каналом «Антипытки» и где находятся админ или админы его. И гипотетически ФСБ и ФСИН могут задержать и арестовать кого-то в России как якобы админов телеграм-канала «Антипытки». Это категорически невозможно, потому что у меня строгий устав есть внутренний. Каждый член моей команды, он не может выходить даже с друг другом в прямой контакт. Он должен использовать полностью проработанные конфиденциальные пути связи. В общем, даже голосовые не должны открываться у человека на его телеграме. То есть весь путь анонимности, который я прошел, я уже это практикую для своей команды, для членов своей команды. Никто его, даже если он решил где-то похвастаться, то он автоматически скучается из команды, чтобы не подвергать его риску. Есть множество людей, которые меня просто поддерживали, потому что они видят, что я помогаю им, помогаю без разницы кому. Я не прошу за это деньги. Там были какие-то счета поддержки добровольные. То есть ты не обязан туда вообще помогать. Просто когда я выехал сюда уже, люди начали как бы хотеть как-то поучаствовать вообще в этом всем деле. И как бы начали просить. Кто-то просил номер карты, кто-то просил как бы более там засекреченные пути поддержки там криптовалюту. Поэтому я множество сделал вариантов поддержки. И все. И как бы хотят поддерживать, не хотят не поддерживают. Если они пришли, я не спрашиваю, какой они религии, и там каких они понятий, и там поддерживали они мне, нет. В отношении вас беспредел. Все. Мы, короче, включаемся. Мы действуем. Вот так вот действовали. И все. Какие-то люди со мной общались, потому что у них родные, близкие, как бы, да, там, в заключении. У кого-то знакомые там. Ну, и все. И сейчас, кого задерживать начали, да, это люди, они не входят в состав моей команды. Где-то они, возможно, как бы имели со мной общение, как бы, да, полностью управление каналом, составление вот этого, как сказать, устава, да, это все, как сказать, мой плод. Это все я сделал я, все основные решения принимаю я. Люди, которые, как там, где-то, что-то мне помогали, они все это делали в рамках правого поля. Это о публикации информации, которая нам стала известна из наших инсайдеров. Это, ну, то есть, составлено полностью мной, там, можно изменить только ошибки. Даже если стилистику люди меняют, все, таких людей я исключаю. Мою стилистику нельзя менять. Люди должны знать, как я все преподношу. Они знать должны полностью, что я, какого характера хочу донести информацию. Вот. Составление жалоб, обращение заявления. Все со ссылкой на законы, короче. И за друг другом это все проверяется. В общем, там нету ни одного человека, который со мной связан в рамках антипытки, да, который действовал бы вопреки закону. То есть, они все действуют в рамках закона. И люди, которых они сейчас задерживают, это люди, которые где-то засветились в чате, еще что-то как-то. И как-то открыто были со мной связаны там, потому что они там не боялись, короче, потому что им нечего было бояться. Они просто обращались ко мне, я где-то помогал, как бы в рамках своего проекта ихним родным. И все. И они решили из них сделать участников, короче. Мог я, допустим, где-то быть не на связи, мог попросить кого-то, допустим, сейчас через чаты делают эту рекламу, короче, наркотических средств, чтобы, когда я отсутствую, чтобы они удаляли, банили вот этих вот, короче, барыг, вот этих вот рекламщиков, наркотических средств, еще что-то. что-то такое мог поддержать. У одного человека, допустим, на одного человека сработал антиспам, и он не мог писать в чате. Я ему дал админку, то бишь на таких основаниях был человек. И внешне, кого они могли где-то зацепиться, это буквально вот такие люди, которые засветились, как бы, но, которым и нечего было скрывать. То есть, они активного участия в жизни проекта не принимали. И все. И им просто нужно сейчас создать организацию, что я, это экстремистская организация, для этого они хватают разных людей и просто формируют, потому что все члены моей команды, они на месте. У всех все в порядке. Никого не арестовали, никому даже не приходили, ни у кого никакие обыски не были. Знаю также, до этого, как бы, тоже там человека, я уже рассказывал, его задержали, ФСБ России, за то, что он делал, как бы, у себя на канале, размещал информацию, которую он брал от разных источников, там, правозащитных, в том числе и мою. И, в общем, они решили, что он со мной связан, начали его вербовать, склонять, короче, чтобы он в отношении меня, как бы, давал какую-то информацию. Он сказал, как бы, это очень осторожный человек, и, как бы, я не могу у него даже открыто узнать, как бы, да, кто член его команды. Я просто помогаю людям, люди, как бы, ко мне обращаются, у меня маленький свой каналчик, я что-то делаю, и мне без разницы, я всех правозащитников дублирую. Все против пыток, он против пыток, я против пыток, все, что насвязывают. И все. Но они хотели его заербовать, коробой, как бы, и, как бы, говорили, что в ближайшее время несколько людей из числа моей команды будут задержаны. Ну, я понимал, что это абсурд, потому что члены моей команды, они даже не были выявлены ни разу. И все. Ну, я понял, что какие-то случайные люди сейчас попадут. Ну, и как бы, пытался как-то что-то узнать, они как бы это все отмалчивали, а потом вот эти вот публикации начали вылазить, и одному человеку, судим, неизвестно, что к ним домой ворвались сотрудники ФСБ, УБОП, Следственный комитет, там, сопровождение, там, ОМОН, спецназ, я не знаю. Ну, короче, в масках люди выбили дверь, короче, и, как бы, одну девушку забрали в данный момент, ей там, что-то предъявляет какую-то связь со мной, короче, и вот они утверждают, что по пяти регионам, там, ну, я даже не знаю, наверное, тоже каких-то случайных людей будут хватать, потому что они регионы, которые называют, они ни один регион не угадали, в общем, ни из одного из пяти регионов у меня нет никаких координаторов. Да, если можешь, давай еще что-то проговорим, ты сам, ну, об этом можно говорить, наверное, не секрет, ты это не скрываешь, ты мусульманин. Да, да. И, соответственно, помимо вот борьбы с пытками, ты периодически еще размещаешь информацию о нарушении прав мусульман в местах лишения свободы в России, для тебя эта тема не чужая, я не мусульманин, но у меня жена в исламе, и я поэтому стараюсь делать все возможное, когда мне тоже становится известна какая-то информация об унижениях или о попытке унижения или давления на мусульман, когда у них отбирают Кораны, топчут молельные коврики, когда начинают специально там связывать и свинину в рот заливать, как бы свиной, это как раз вот то, что происходило, например, в Иркутском, СИЗО-1, и мы об этом публикуем, и ты тоже об этом публикуешь, потому что, чтобы люди понимали контекст, что твои направления это борьба с пытками и защита прав мусульман, и вот сейчас из-за того, что входит в это вот большую уже, наверное, такое движение антипытки, сейчас они пытаются находить каких-то людей, которые были у тебя в чате, комментировали, возможно, что-то, проявляли какую-то активность, не все люди скрывают свои аккаунты, у некоторых в Телеграме открытые их данные, контакт, мобильные телефоны, и, соответственно, это для силовиков как открытая книга, они составляют какую-то карту тех или иных подписчиков, и дальше идут, раскручивают их, приходят к ним с обысками, и начинают натягивать вот эту вот сову на глобус, при том, что ты не пропагандируешь АУЕ, там, ты не рекламируешь воровскую жизнь, а наоборот, твоя религия, она во многом, мягко говоря, не одобряет вот тему воровства и все, что с этим связано в этой идеологии преступного мира, но, тем не менее, они сейчас пытаются придумать что-то новое, и каким-то образом криминализировать деятельность Телеграм-канала антипытки, и, честно говоря, знаешь, я в какой-то момент, когда сегодня открыл заголовки, я вот сейчас я просто один из них покажу, где это, это было в коммерсанте, да, задержаны члены экстремистского сообщества антипытки, но это просто, чтобы люди понимали, насколько Россия превратилась в антиутопию, и, понимали, абсурдность вообще в этом заголовке, что, типа, то, что мы против пыток, это экстремизм. Да, то есть, мы приходим к тому, что, ну, это просто документалистика уже, на 30 октября 2024 года движение против пыток, которое называется антипытки, говорящие названия, признают экстремистским сообществом, и начинают против вас работать в России, там, против подписчиков, каких-то людей, которые состоят в каких-то группах, как, вот эта вот реальность, в которой мы оказались. И здесь вспоминаем наше с тобой предыдущее интервью, и когда некоторые люди, как бы, если их вообще можно назвать людьми, приходили язвительно, что-то там писали, троллили, вот, как бы, Ругевич уехал во Францию, есть круассаны, кушай сыр и так далее, чтобы все поняли, там, а до этого, как бы, там, много лет назад мне что-то подобное, там, пытались писать. Ну, вот, пожалуйста, 24-й год. То есть, грубо говоря, прямо говоря, если бы Рома Ругевич продолжал сейчас жить в Иркутской области, то сейчас силовики бы захватили админа телеграм-канала антипытки, получили бы доступ к твоему телеграм-каналу, к твоим аккаунтам и ко всей базе твоих источников, которые тебе за все это время тебя информировали, ты бы сейчас уехал в пресс-хату одного из Иркутских СИЗО или там Свердловских пыточных и тем самым подставил бы большое количество источников, которые тебе лично на условиях часто анонимности передавали какую-то информацию, разоблачая тех или иных садистов. И вот, чтобы люди понимали важность того, что ты находишься за пределами России, вне, как минимум, доступа, чтобы к тебе могли в дом приворваться какие-нибудь российские ФСБшники, псиновцы и спецназовцы, насколько важно, что ты сейчас находишься во Франции, насколько важно, что ты юридически находишься под политубежищем и международной защитой, и у тебя есть возможность принципиально продолжать вести этот телеграм-канал, этот ютуб-канал, ссылки в описании, в первом комментарии, в закрепе, точно так же, как и у меня, именно благодаря Франции, есть возможность из года в год вести правозащитный проект «ГУЛАГУ.НЕТ» и разоблачать преступления, которые совершались в отношении россиян, и, к сожалению, сейчас еще в отношении украинцев тоже совершаются на территории более 10 военных концлагерей в путинской России. Что еще хочешь на эту тему добавить от себя? Да, да, тут вообще это, я еще пока не переварил всю эту ситуацию, просто еще Свердловская область, и главное, мне, я думаю, еще будут сюрпризы, они же говорят, что типа мы заставляли одних заключенных, короче, ну, видимо, используя там убеждения АОЕ, короче, чтобы типа против тех, которые пытали людей, а на Свердловской, ну, в системе Свердловской области мы свою активность особо не проявляли, там несколько, мы там, может, десяток там КАПа вычислили, короче, но там, в чем суть, что там до нас как бы уже постарались, и там более-менее, насколько возможно, там это положение поправили другие люди, как бы, и мы туда особо не вмешивались, ну, наш проект туда особо не вмешивался, как бы, и очень странно, что именно сотрудники Свердловской области, что там, Андрей или как вот Шульга, короче, или Сергей Шульга, там, недавно этот заместитель, там, руководителя следственного управления по Свердловской области подписался на наш канал, я сразу же думаю, что-то подозрительно, сегодня прошли вот эти задержания, разведывательную информацию это сделал, короче, и все, чисто на шкоде ушел. Один из поставленных сотрудников Свердловского СУСКа Следственного комитета подписывался на ваш телеграм-канал, состоял вот в телеграм-группе, которую сейчас они будут пытаться сами же признавать, экстремистской, и потом из нее сегодня вышел, когда прошли, то есть, видимо, ему нужно было получать информацию, внедряться, вот, а потом, когда они пошли по задержаниям, он оттуда вышел. Да, да, Александр Владимирович Шульга. Да, как-то интересно, какой-то регион, просто, не во всех регионах. Да, давай проговорим важный момент, Ром, он, на мой взгляд, очень важный. Когда мы опубликовали архив пыток в 2021 году и деанонимизировали целый ряд садистов, которые били, пытали, насиловали, через какое-то время мне один из наших подписчиков прислал видео в телеграмме, в личку, на котором несколько людей нашли на улице одного из садистов, который на тот момент освободился и не был привлечен к ответственности, арестован. И они его жестоко там избили. И мне они отправили со словами, что вот наказан садист, мы его там покарали и так далее. И они думали реально, что я это размещу и скажу, вот смотрите, вот оно возмездие, вот смотрите, как там ему там что-то сделали. Они, конечно, не ожидали моей реакции, потому что я попросил впредь этого больше ничего не делать, сказал, чтобы они не мешали проводить расследование против этих садистов и никакие нам их признательные видео, где там человек весь взъерошный, которому только что там настучали в телефон что-то там извиняется и что-то говорит, нам это не нужно было. Потому что тогда бы это поставило под угрозу расследование, превратило бы в глазах российских силовиков их агентуру в жертв в ситуации и позволило бы их всех брать под государственную защиту и защищать от тех людей, которых... То есть, в общем, все бы перевернулось. И на тот момент все это сошло на нет. Я неоднократно в стримах об этом сказал. Сегодня как раз в одном из изданий, которые в России располагаются, абсолютно провластные, там указано следующее, что экстремистски настроенные заключенные били других арестантов в больничных палатах, где те находились на лечении. Ну, во-первых, тут сразу могу сказать, что большая часть садистов действительно прячутся либо в штрафных изоляторах, либо в камерах-одиночках, либо в так называемых безопасных местах, часто формируемых в медсанчасти, в недосягаемости от основной массы. То есть, их там реально прячут. Но СМИ это начинают подавать, что вот якобы плохие заключенные, которые экстремистски настроены, то есть, те, которые против пыток находят якобы бедных, несчастных, больных, на лечении садистов. И там вот снимет... Да, то есть, чтобы люди понимали, а, как правило, в медсанчасти оперативники прячут тех, кого не хотят содержать в ШИЗО, но которые находятся в так называемом БМи безопасном месте. И очень часто как раз вот и в Красноярской КТБ-1, и в Саратовской туберкулезной больнице ОТБ-1, и в Ростовской МОТБ-19 именно эти КПО-садисты работали, были трудоустроены якобы санитарами, так называемыми санитарами, в медсанчастях тюремных больниц, получая зарплаты и надевая халаты, и даже имея доступ к галлопередолу и так далее. А на самом деле они из года в год занимались страшными пытками, изнасилованиями, а вот это вот медицинские палаты служили пресс-хатами, как это было в Саратовской ОТБ-1. Просто чтобы, потому что они пытаются перевернуть, видишь как, что якобы плохие, злые дни, борцы с пытками тире экстремисты приходят к больным и так далее, так здесь изначально они все переворачивают и пытаются из нас с тобой, ну, из тебя, сегодня из тебя, завтра, и меня к этой истории, конечно, приплетут, пытаются устроить неких организаторов каких-то там внесудебных расправ над садистами. Скажи, пожалуйста, ну, как есть, мы с тобой совместно или ты без меня, если я об этом не знаю, каким-то образом мы размещали посты, призывы к совершению какого-то насилия в отношении садистов к самосуду? Нет. Не было. Были такие посты такого характера, что жестокость, вот эти все видео, которые происходят, это показатель как того, что жестокость, она приводит к жестокости. Одни пытают как бы людей, потом эти люди находят, тех пытают, и одно порождает другое. И то, что я просто об этом тоже думал, как бы не от нас зависит мир, да, все равно на земле, как бы есть какая-то сила, короче, выше нас. И я смотрю, что у меня же как бы в отчаянии были такие как бы настрои там радикального характера, что никак с этой системой не бороться, надо там тоже их силовым путем бороться. И это не получилось же, получилось вот так вот. Я над этим всем размышлял. Это было много лет назад, когда-то. Потому что они сейчас вырежут эту фразу и попытаются приклеить к 23-м и 24-м году. Мы говорим с тобой когда-то это размышления, то есть были какие-то действия. И я пришел к тому, что если взять даже убрать всех садистов, просто силовым путем их убрать, устранить, то все равно общество разделится на слабых и сильных. И сильные будут опять давить слабых. То есть тут нужно менять общество, потому что когда ты борешься с беспределом, а другие говорят, что надо то же самое применять к тем, то я говорю, какая разница между этим обществом. И самое важное, что по моим убеждениям я должен делать прежде всего то, к чему я призываю. То есть призывая кого-то бить, то есть по моим убеждениям я должен сначала сам это делать, а я сам это не могу делать там физически. И как бы если у кого-то есть какие-то личные моменты, я им не говорю, чем делать, они сами пусть решают. Это потому что их свобода, я постоянно это проговариваю. Это их ответственность, им за это отвечать. Но как бы при этом не надо осуждать, что какие-то люди придерживаются какого-то преступного кодекса не ходят их и не убивают. Когда вы сами от них пострадали, хотите, чтобы кто-то за вас шел и брал эти убийства на себя и менял и менял свободу. Смотри, Ром, логика здесь у ФСБшников и у генералов там СИН следующая. Они десятилетиями выстраивают оперативную работу, вербуя одних преступников, чтобы ломать других. И в крайнем случае, чтобы каждый раз рассказывать журналистам, даже в случае, если будет завтра там у них там труп и труп криминальный с насилием, что а это не наши сотрудники. Это никакие не кураторы ФСБ. Куратор ФСБ в это время где был? Дома был. И он вообще раз в месяц приезжает в это учреждение. Оперативников в это время тоже не было в ночное время, к примеру, в учреждении. И это вот, смотрите, по видеозаписи это зэки зэка убили. Злые зэки. И в результате из года в год у них это до появления ГУЛАГу нет и антипыток у них удавалось в обществе, в СМИ продавливать историю. Злые зэки а сами дистанцировались. На самом деле это вот тот самый хитрый метод, который использовали нацисты в концлагерях Третьего Рейха. Когда они самые страшные преступления против пленных совершали, одних используя против других, чтобы потом сказать, а мы на вышках вообще стояли. Никакого там офицера СС и гестапо близко не было. Какие они плохие, вот, посмотрите, сами злые зэки. А на самом деле мы разоблачаем вот эти вот бесчеловечные жестокие схемы агентурной работы, мы разоблачаем негласную оперативную работу, негласную, то есть секретную, то, что происходит под грифом секретности, с планом легенды, планом оперативной разработки, который там подготавливается начальником оперотдела, утверждается начальником учреждения и санкционируется, соответственно, либо ФСБ центральным аппаратом, либо главным оперуправлением СИН, как это было в Саратовской ОТБ-1, куда из разных регионов России здоровых мужиков без каких-либо показателей на туберкулез привозили в туберкулезную больницу с одной единственной целью. Не лечить от туберкулеза, а предоставить этого человека в руки капа, которые очень быстро, согласованно, свяжут руки и ноги, ноги закинут за голову и привяжут к кровати, оголят то самое место, куда будет осуществлено насильственное вторжение, проникновение с помощью швабр, кипятильников, полового члена и так далее. Извините за эти подробности. Мы это все разоблачаем, но для них, как они это документально оформляют сейчас, это значит, что мы препятствуем их оперативно-розыскной деятельности, и мы генерируем риски для их агентурного аппарата, потому что когда работает канал антипытки, который каждый день их пишет, вот фамилия, имя, отчество, год рождения, откуда, из какого города и так далее, соответственно, многие, те, кого они пытаются завербовать, говорят, не, ребят, у меня-то срок закончится, а мне потом выходить, а Ругевич или там кто-то еще там из антипыток, он меня запостит и не удалит никогда это, ни по какому судебному решению, и ко мне прилетит бумеранг, я сейчас буду их всех пытать, а потом меня найдут, потому что, ну, тут понятно, у них есть информация, откуда я родом, из какой деревни, из какого села, из какого городка и так далее, и у них половина агентурной работы, она ломается, потому что люди не хотят, чтобы они были засвечены, потому что они прекрасно понимают, что сегодня вас восемь против одного в пресс-хате, а ты освободишься через год, через два, и вот этот вот человек, которого ты насиловал и пытал, он, наверное, тоже, или его братья, или его родители, или его там друзья по спортивной школе бокса приедут и навестят, и пересчитают там все зубы и так далее, и поэтому тебе сейчас пытаются приклеить, повесить на тебя и на то, что ты создал, какие-то последствия народной мести, потому что, к сожалению, к большому моему и твоему сожалению, в России закон практически не работает, именно поэтому мы с тобой живем в изгнании в другой стране, а не в России, потому что если бы работал, мы бы подавали заявление, садистов бы арестовывали, и постепенно бы эта практика сошла на нет. В реальности они пытаются это отстоять, они пытаются сохранить монополию на пытки, на изнасилование и на секретность. И тебя, и тех людей, которые так или иначе там с тобой соприкасаются, пытаются представить как экстремистов, не потому, что какой-то заключенный пошел и побил какого-то заключенного, потому что этот заключенный ныне избитый, его пытал год или два назад, а потому что мы мешаем им вести оперативную работу. А дальше сегодня получается, что они злоупотребляют свои возможности на проведение ОРД и следствия, как, знаешь, вот короткие буквально вставка такая, разговаривал с одним из оперативников центрального аппарата в СИН, который пытается или там пытался перейти на сторону добра, его отправляли в один из регионов с тем, чтобы он из там одной группы заключенных сделал экстремистское сообщество, по палочной системе, чтобы отчитаться перед ФСБ и генпрокуратурой. Оперативник вернулся и руководство сказал, что он не нашел никаких следов экстремистского сообщества. Ну да, есть вот люди там одной национальности, а есть другой, они, может быть, друг друга недолюбливают, у них там разные религии, разные принципы убеждения, но в этом никакого экстремизма нет. Одни изначально считают, что хорошо вот это, другие считают, что хорошо иное. И вот у них как бы на этой теме конфликт, но это никакой не экстремизм, это можно приехать в какой-нибудь центральный регион России, а можно в Чечню и найти тех людей, которые одни будут кушать свинину, пить алкоголь и ходить освещать куличи на Пасху. А другие в это время совсем другие какие-то там совершают ритуалы, обычаи и так далее. На что ему его начальник сказал, сказал, а ты что, не можешь, не мог найти двух петухов, которые у тебя там все подписали? То есть вот в этой вот простой фразе кроется, то есть в каждом учреждении, в каждом регионе есть определенные люди, которые переведены системой в категорию униженных, бесправных, которые абсолютно у них сломлена воля, а не подневольные, и которые запросто под давлением подпишут, любые поставят подписи про экстремизм, про терроризм, про убийство президента Кеннеди в США и так далее, и так далее, и будут счастливы, если их не будут сегодня там бить, пытать и насиловать, а еще дадут им пачку пряников, конфет, пачку сигарет, и на неделю блатным скажут, чтобы их не привлекали к уборке туалетов и так далее. И они готовы будут подписать все что угодно. Я сейчас не хочу унизить и тех, кто и так унижен, просто говорю о наличии бесправных, сломленных людей, которых унизили, да, кто-то сейчас прицепится, скажет, не называйте их людьми, но тем не менее, я правозащитник, и я не признаю вот эту вот систему унижения. Но очень легко в любом учреждении российским силовикам найти подписанта, который скажет, а еще они в конце говорили не антипытки или там быть добру, а они кричали друг другу там ауе или аудо или еще какой-нибудь хрень. и чтобы наш уважаемый зритель и подписчик или подписчицы и зрительницы, которые будут смотреть нас там из разных стран мира, она понимала, что, к сожалению, сегодня мы пытаемся разоблачать ту систему, которая расчеловечивает людей и где очень легко получить любые свидетельства и показания. И именно поэтому что мне от себя бы хотелось здесь озвучить всем тем людям, которые находятся в России и на которых которые находятся в положении заложников УФСБ и ФСИН на меня многие годы пытаются возбуждать то одни уголовные дела, то другие, то мы шпионы СБУ или ЦРУ, то мы какие-то экстремисты, то мы какие-то дискредитирующие российскую армию, что ни слова скажи, их все там обижают и дискредитируют, такая армия обиженных, еще что-то там. Я очень спокойно отношусь к... То есть я переживаю всегда за тех людей, на которых давят, я очень спокойно отношусь, нет у меня никакой злости к тем людям, которые меня вынужденно оговаривают в СМИ или подписывают какие-то показания, потому что к сожалению путинский режим это террористический режим, это режим террора и страшнейших пыток. Я сам знаю, что это такое на себе. Поэтому если каких-то людей, которых пытаются заставить оговорить меня или Рому в чем-либо, я абсолютно спокойно реагирую. совершенно... С нашей стороны не может быть никакой злобы по отношению к тем людям, которых сломали морально и которые выбрали вариант поставить какую-то подпись под каким-то липовым текстом, назвав тебя или там меня или там всех, кого там они знают из ГУЛАГу нет или из антипыток какими-то экстремистами, потому что они так действуют. Другой вопрос, что например, у команды ГУЛАГу нет, у нас есть принцип. То есть я, когда самолет с Протасевичем посадили в Минске, я понял, что у ФСБ и КГБ Беларуси нету никаких там красных линий, сплошных линий, они вообще могут все, что хотят делать, им за это ничего не будет. И именно в тот момент я принял решение закрыть совет координаторов ГУЛАГу нет в России, и я честно тогда сказал всем коллегам, что вы либо уезжаете и продолжаете работу, или вы прекращаете, мы жмем друг другу руки, остаемся друзьями. Собственно говоря, я и тебе говорил, что, Ром, пока ты там в России, как бы там с тобой делать какие-то совместные интервью, показывать тебя с тем, чтобы ты потом оказался в качестве заложника в СИЗО Иркутска или в Лефортово, я не готов и не буду. Мы с тобой... Да, ты говорил мне активность свою не проявлять, я-то не хотел на публичный уходить, просто я там у меня были такие моменты, знаешь, что-то продемонстрировать, там, к СИЗО подъехать, туда-туда, чтобы ты у себя разместил, короче, ну типа я просто гражданин, короче, ты говорил, ты что, вообще ненормальный, короче, они сейчас начнут тебя проявлять и выявят, что ты антипытки, нам, говорит, потери не нужны, короче, давай поспокойнее в этом. Но меня просто это напрягало, то, что общество, они в комментариях-то возмущаются, а в действительности единицы, кто действительно что-то предпринимает против этого. Просто если бы сегодня для меня все, что показывают вот эти вот все службы, ФСБ, УБО, там и спецназ, их не, для меня это просто откровенная трусость. Они сегодня показывают, что они нас боятся, короче, а это говорит о чем, если бы все люди сказали просто одновременно, что вы что творите, это ненормально, пытки ненормально, силы это ненормально, и этого бы просто не было. Просто достаточно даже просто людям сказать, что ненормально это ненормально, и все. И люди не способны встать одновременно и это сказать. Они боятся, они ходят в центре города мимо этих тюрем где насилуют как бы таких же людей как они которые там под разным фабрикациям да даже если ты за преступление попал есть же как бы норма закона по которым ты должен как бы отвечать за это должен закон ну то есть я вот во францию приехал сначала понять не мог мне неприлично было то есть в россии там ты ремень пристегиваешь потому что гаишники стоят тут люди пристегивают ремень я сначала не понял потом я когда историю узнал узнал что у них там было там в истории там что-то как бы это несправедливое потом они революцию замутили установили свои законы которые считают справедливыми и они их уважают сами и вот у нас людям надо как бы подобным образом действовать в общем у нас есть какие-то законы мы должны эти на эти законы как бы ставить большой акцент и стараться отстаивать заявлять о своих правах и как бы чем больше людей это будут делать ну я за себя из-за своих родных за своих друзей как бы здесь действия предпринимал мне ничего не было открыты действий мне ответы есть супа ч как бы да где подтверждается моей фамилии там мой адрес написано она мне пишет что типа там спасибо там за мою активную гражданскую деятельность это что короче мои там доводы подтвердились множество есть ситуации которые я могу подтвердить что на территории россии за своих родных и близких друзей действовал за это ничего не бывает чего они боятся у нас потому что мы как бы мобилизируем общество мы показываем что не страшно это это работает действуйте каждый за себя и поэтому на нас охотятся то что мы способны поднять людей короче которых они боятся мы только вот нашли да вообще такой пик разоблачения ты нашел эту тюрьму в питере потом там 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 короче такие разоблачения с савельевым короче вот эти архивы подняли там саратов иркутск везде вроде вот 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 сейчас чуть-чуть до ломаем их все закончится они бах начинает войну короче война идет идет люди же обратно приходят рассказывают правду как бы они не врали там во многих моментах как бы это обделались короче да там как бы перед людьми что много врут людям а действительно происходящее коррупция то все у людей много вопросов что они сделали они создали эти славянские движения которые начинают короче вот это хиджабами бороться там с тем бороться с этим такая абсурдность просто людям даже элементарно не надо далеко ходить даже ладно не будем атрибуты иконы тому каждого разные к этому отношении но там как ни крути нарисованы святые которых уважают всех и святые там надеты как бы у них есть одежда которая соответствует в общем тем людям которые придерживаются религии славдишь разногласий нету и такими абсурдным короче информация людям забивает голову сталкивать между собой то есть суть во всем что когда у людей объединяются вопросы к правительству правительство резко придумывает какой-то другой короче шаг война в украине там война с мигрантами короче еще что-нибудь чтобы людей между собой перессорить и как бы вот так вот а преступности их не она очевидна там как бы кто хочет как бы видеть действительности ничего там нету потустороннего что-то скрытого люди открыто пытают насилуют убивают и всем хорошо известно что люди которые живут кодексом это люди которые образовались из нищеты и они у коррупционеров забирали что-то между собой распределяли у них есть кодекс они бабушек не грабят они создают параллельно искусственно созданных преступников их ними руками контролю проституцию наркотрафик там и педофили похищение людей что там только нету короче и выдают это за тех людей которые живут кодексом еще этих людей которые живут кодексом они на как бы пытается уничтожить вот этими своими искусственно созданными и люди смотрят ага это уедщики это преступники туда-сюда как бы да и все и они не поддерживают сейчас таганроге сизо 2 до ростовской области пытают мусульман они сделали эти все пыль вспышки короче и все и они знают что гражданское общество никак не отреагируют десятки сми говори что там пытает мусульман пытает расслабить сизо сизо 2 таганрога перевезли целый ряд мусульман подвергают их пыткам с тем чтобы они тоже признались в том что они какие-то там экстремист да 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 и они уже подготовили этими акциями этими всеми вспышками короче подготовили эту как бы ситуацию вот я хочу сказать что от имени организации которые эти акции все были как бы сделаны для людей которые не разбираются в религии вот эта организация все что они делали за свою историю они только сделали вред потому что люди никакой человек не хочет приходить религию где отрубают бошки и делая это делая такие действия как бы такие акции то есть это только вредно то есть адекватный мусульманин не участвовал в этом знать мне кажется что вот эта тема она горящая и в самое ближайшее время там давай найдем очень хотел по этому поводу поговорить и сделай сделай и сделаем большой обзор по конкретным фактам нарушения прав заключенных мусульман вот в том числе и по ростову и в целом ряде других регионов ация не лучше потому что русской области тоже вообще без вины виноват просто посадили сфабриковали уголовных дела то множество материала и людей держат просто наглую в плену то есть них не в заключении они неприступны те просто держат в плену о чем ты говоришь именно поэтому уважаемые подписчики и зрители важно поддерживать то чем занимается роман рогевич и его команда важно поддерживать антипытки важно поддерживать гулагу нет важно поддерживать любые гражданские инициативы, направленные на борьбу с пытками, с жестокостью и направленными для защиты прав человека, в том числе на защиту ваших прав, прав ваших родственников, друзей и близких, которые живут в России и на постсоветском пространстве. Ром, я считаю, что мы вот эту тему сегодня раскрыли, и журналисты, и люди смогут послушать тебя, разобраться во всем этом. Ну а нам с тобой в любом случае, что я тебе желаю сил, выдержки тебе и всей твоей команде пройти через эти очередные испытания и продолжать не опускать руки, потому что вы делаете действительно очень важное дело, а то, как реагирует путинская система, они просто показывают свою слабость, они признают, что у вас есть возможность вот этого такого горизонтального роста и того, что... люди к вам могут в геометрической прогрессии проявлять интерес и развивать вместе с вами это движение, и в какой-то момент это действительно может начать менять Россию изнутри. если что-то еще есть, можешь добавить в конце, и я думаю, что тогда на этом сегодня мы завершим, а продолжим в самое ближайшее время. Я просто хочу поблагодарить тех, кто нас поддерживает, это очень важно, это очень греет, и в какой-то момент, когда такая сильная дискредитация, кажется, что против тебя уже все. И когда люди выражают к тебе солидарность, поддержку, то есть понимание, ты как бы маленько приходишь от этого негатива, выходишь и понимаешь, что ты не один, что не все против тебя, потому что в этом деле ты готов, что против тебя абсолютно все люди пойдут, потому что ты уже понял, за что ты борешься, и даже если тебя весь мир не понимает, ты будешь бороться, и очень важны люди, которые нас в этот момент поддерживают, и хочу тебе огромное спасибо сказать, что ты так быстро сегодня отреагировал, все вообще сам инициативно, как бы нам помог, в общем, где-то помог сообразить что-то, как-то, в общем, поддержка очень ощутимая, и вся в тем момент, когда мне угрожает, когда меня блокируют, когда мне надо выезжать из России, у кого бы какие не были бы, короче, взгляды, но это никакая, ни одна из организаций нам лично не помогла, вот во всех этих ситуациях именно появлялся ты и давал нам поддержку, и дальше как черный плач уходил, короче, просто делал и уходил, и как бы некоторые там пытаются выявить, что там выдавить это, выдать это то, что как бы ты какие-то интересы там имел какие-то, нет, все, что Владимир Осечкин за все время мог ко мне обратиться, всегда было чисто как бы на общечеловеческих оснований, без всяких, как бы, что там мы тебе помогли, ты там нам тоже должен помочь, такого не было, то есть мы самостоятельно, независимый проект, у нас могут расходиться точки зрения мнения, и как бы просто есть общий источник зла, который нас объединил, познакомил, короче, укрепил, и Владимир тут показал, как бы очень серьезную поддержку, как бы, и то, что он способен давать такую поддержку, в общем, многословить не буду, и просто раз за это еще упомянули, как бы есть такая возможность, я очень бы рад был бы, как бы, посвятить какой-то эфир пыткам мусульман, потому что люди очень сильно страдают, и никто им не может помочь, я надеюсь, что просто этот эфир как-то обратит правильное внимание, мы разберем суть, и мне есть по этому поводу, что сказать, я владею информацией, как бы, и в общем, я за это очень сильно переживаю, это мое личное уже, готовь материалы, это важная тема, и мы будем объединять усилия с тобой в этом направлении, у нас действительно против всех нас, и против тех людей в России, кто за демократию и за добро, и против Украины, против всего цивилизованного мира, и сейчас выступает такое, прям сконцентрированный сгусток зла, для которых черное это белое, белое это черное, которые могут из правозащитников или блогеров делать экстремистов, а наоборот, из садистов и капо делать героев, каких-то там, увешивая их там медалями и так далее. Враг понятен, что с ним делать, тоже понятно, важно продолжать, держать строй и продолжать нашу деятельность, и быть солидарными в борьбе со злом. На этом ограничусь сегодня, пожелаю всем доброго вечера, доброй ночи, сил, и, конечно, всем мирного неба над головой, скорейшего окончания этой подлой войны. Быть добру, а ГУЛАГу нет в 21 веке. Рома, держись, ты с своей командой делайте важное дело, продолжайте, мы рядом, особенно когда сложные времена испытания, мы поддержим. Спасибо огромное. До свидания.